Всем привет, уважаемые зрители, с вами канал Аккумуляторщик. Сегодня поговорим про саморазряд свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Что это вообще такое, из-за чего это происходит и как правильно хранить аккумулятор, если вы его не используете на автомобиле, либо в какой-то другой электрической цепи. Для начала, что такое саморазряд? Саморазряд это самопроизвольный разряд аккумуляторной батареи, то есть его потеря электрической емкости. То есть аккумулятор у вас стоит, не подключенный ни к чему, к автомобилю, к источнику бесперебойного питания, к зарядке, еще к чему, то есть к тоководам ничего абсолютно не подключено, и соответственно он у вас разряжается. Саморазряд есть всегда, саморазряд есть у большинства типов аккумуляторных батарей, просто где-то он характеризуется более быстрой скоростью, где-то более медленной. Например, там в литиевых элементах питания саморазряд довольно низкий, да. В никель-металл-гидридных саморазряд заметен, да, просто вы зарядили аккумулятор, положили его, через некоторое время напряжение уже упало. У свинцово-кислотных аккумуляторов я даже не знаю, как их характеризовать, там быстрый, медленный, некий, средний. И он зависит от кучи факторов. Температура хранения, загрязненность корпуса, применение химически грязных компонентов электролита и попадение в электролит посторонних примесей. Это четыре таких основных фактора, которые встречаются в большинстве. Ну, также можно там причислить некоторые дополнительные моменты, да, типа заводской дефект и так далее. Но это, как правило, все связано именно с примесями в электролит. Обо всем по порядку. Первое. Температура хранения. Чем выше температура хранения, чем выше температура самой аккумуляторной батареи, тем быстрее происходит саморазряд у данного аккумулятора. Неважно, новая батарея, старая, бэушная, которая уже вот-вот, так скажем, придет логичный конец. У любого аккумулятора саморазряд, и он зависит от температуры. Обычно всегда принято сравнивать с холодильниками, да, продукты. Вот у вас продукты лежат, они здесь пропадают быстрее, нежели бы они хранились в холодильнике. И действительно, это замечено даже на новых батареях, когда в торговом зале у вас стоят батареи около батареи отопления, да, например, и стоят где-то ближе к выходу зимой, да, то вот около батареи температуры, которые теплые, они разряжаются быстрее, это замечено. Оптимальная температура хранения выделяется порядка от плюс 5 до плюс 10 градусов, то есть такое прохладное. Вообще хранить можно и при минусовой температуре, там саморазряд будет минимальный. Многие специализированные аккумуляторные магазины хранят в контейнерах зимой около магазина в минус 30. Главное, чтобы они были заряжены, будут храниться без всяких на то проблем. Вообще рекомендуется, конечно, хранить при температуре чуть выше нуля градусов. Плюс 5, плюс 10, без проблем. В погреб еще куда-то поставили, главное, чтобы он был сухой. Грязный корпус аккумулятора. Я уже не раз показывал вот этот вот эксперимент. Легко очень проверяется. Берем мы мультиметр в режиме вольтметра, ставим на токовыводы, после этого один еще поставляем на токовыводе аккумулятора, при этом аккумулятор снят с автомобиля и начинаем водить по корпусу. Если у нас на вольтметре показания отличные от нуля, то есть имеется какое-то напряжение по корпусу, это говорит о том, что у нас имеются токопроводящие мосты. Попадает ли это под понятие саморазряд? Ну, скорее всего, да, потому что аккумулятор у нас снят, не подключен ни к чему, при этом разряжается и заметно, так скажем, разряжается от загрязнения корпуса. Решается это все простой помывкой аккумулятора. Берем водичку, берем соду, смешиваем, делаем содовый раствор и влажной тряпочкой протираем корпус, вымываем начисто, после этого подсушиваем, чтобы он был сухой, чистый. И все, саморазряд ликвидирован, по корпусу утечек больше не будет. Применение химически грязного компонента электролита. Это когда используется, например, некачественная дистиллированная вода или недистиллированная вода вообще. Я помню, у меня был случай, приносит человек аккумулятор, аккумулятор относительно свежий, там полтора-два года. Он говорит, вот, типа, проблема, говорит, я говорю, а что случилось? Ну, что-то не запускает и так далее. Я начинаю проверять электролит, он абсолютно черный. Я говорю, а вы воду подливали? Да, подливал. Я говорю, что подливали? Дистиллированную воду. Я говорю, где взяли? Дождь прошел, я собрал, залил. Вот так он мне сказал. То есть это у него под понятием, значит, чистая дистиллированная вода. Я вообще тесты проводил разных дистиллированных вод, в том числе дождевой, талого снега. Вот кому интересно, здесь по ссылочке перейдите, посмотрите. Как раз-таки использовался вот здесь как раз-таки этот вот момент. Во-первых, это приводит к быстрому саморазряду. То есть у нас внутри должна быть дистиллированная вода, соответственно, с серной кислотой. Ничего дополнительного не должно быть. Что в частности, например, проводит электричество. Из-за этого у нас происходит саморазряд батареи. И в данном случае произошло оплывание активной массы. Как сказать, ускоренная. То есть это привело, вот, все к этому и приводит. Поэтому ни в коем случае не используйте какую-то некачественную дистиллированную воду. Не добавляйте там какие-то вот такие вот непонятные жидкости с речки, с дождя, со снега. Тем более, как у нас экология, лучше от этого аккумулятора точно не будет. Покупайте дистиллированную воду. Либо гоните ее сами. И, соответственно, заливайте в аккумулятор. Здесь никаких проблем не будет. Ну и попадение в электролит посторонних примесей. Ну это, в принципе, то же самое. Но, как сказать, попадание внутрь аккумулятора немножко другое. То есть часто бывает, когда, например, грязный корпус, не протерли. Начинаешь откручивать пробки. Туда грязь, какая-нибудь земля, там, я не знаю, мусор. Все туда внутрь падает. И вот, ладно, типа, да. Поэтому вот попадание. Там мы заливаем, думаем, что это, типа, норм. Да, там какую-то примесь заливаем в электролит. Здесь, когда попадает конкретно грязь, после этого происходит примерно то же, что и там. То есть, поэтому вот эти основные моменты, которые влияют на саморазряд батареи. Как проверить, какой у вас саморазряд у аккумуляторной батареи? Вообще, два метода проверки. Первый, это в сервис-центрах, от которой проверка идет. И второй, она прописана в ГОСТе. ГОСТ пункт 9.5. Как проверяется в сервисах? Там, конечно же, все довольно-таки просто. Аккумулятор заряжается. Проверяется плотность электролита, что он точно заряженный. Ага, проверили, зарядили, все окей. После этого ставится на хранение. То есть, просто в теплом помещении, при комнатной температуре ставится. И стоит. Стоять он может неделю, две, три, месяц. В зависимости от того, как эксперт посчитает нужным. Сколько вот так вот держать, хранить. И сколько покупатель, который привез эту батарею на обслуживание, проверку, готов ждать. И просто замеряется напряжение. Если оно стремительно падает, то высокий саморазряд. Если оно стоит 12.7, то нет саморазряда. Ну, там, минимальный. Он есть всегда, он минимальный саморазряд. Вот, но конкретно вот сказать, а сколько? Вот, а неделю хранишь там на 0.5 упало, да? На 0.05 вольта упало. Вот это там нормально, да? Таких норм нет. Вот, либо есть, либо нет. Вот таким методом в сервисе проверяется. ГОСТ приписывает более такую сложную, более тяжелую проверку. Давайте посмотрим. Пункт 9.5. Изучим, как проверяется по ГОСТу. Значит, называется он испытание на сохраняемость заряда. Ну, соответственно, на наличие саморазряда. Значит, батарею необходимо зарядить по пункту 8.2, то есть полный заряд. Далее. Батарею с надежно установленными вентиляционными пробками и чистой сухой поверхностью выдерживают при температуре окружающей среды 40 плюс-минус 2 градуса при разогнутой цепи в течение 20 одних суток. Вот как раз я вам говорил, да, про чистый корпус. Здесь в ГОСТе это тоже прописано. К водам не должна быть присоединена никакие соединительные зажимы, кабели. В том числе, там, я не знаю, вольтметр, какие там еще могут быть подключены термометры, еще что-то. Ничего абсолютно не должно быть подключено. Значит, после выдержки батареи без проведения подзаряда подвергают испытанию по определению характеристик холодной прокрутки при температуре окружающей среды уже минус 18. Током равным 0,6, а ток холодной прокрутки по истечению 30 секунд регистрирует напряжение, значит, напряжение. Вот, критерий соответствия напряжения, значит, должно быть не менее тут 8 вольт либо 8,5 вольт для разных типов батарей. Вот, вот так вот примерно испытывают, да. Но в условиях сервис-центра нет такой какой-то камеры, духовки, да, которая поддерживала бы постоянно 40 градусов Цельсия, поэтому там, ну, 25, да, комнатная температура, ждут, после этого замеряют напряжение. При этом здесь вот в ГОСТе, да, нет такого, что напряжение разомкнутой цепи там замеряется. Вот было 12, там и 8, а через 21 день должно быть не меньше, там, 12,5, например. К сожалению, нет, здесь все вот упирается в ток холодной прокрутки, поэтому вот так. Значит, как хранить аккумулятор правильно? Здесь я уже не раз тоже про это говорил. Берем аккумулятор, значит, вы его там поэксплуатировали, либо купили новый, ну, не важно, где вы его взяли. Вы обязательно его протираете. Содовый раствор, сода, вода смешиваем тепленькой водичкой, тряпочкой аккуратно протираем. Не стоит мыть мойкой высокого давления, потому что слетают наклейки, потому что вода может попасть там через пробки, через вентиляционные отверстия и так далее. Не стоит. Вот, ну, аккуратно, тряпочкой, вот и то, чтобы немного было этого раствора, потому что, опять же, он может попасть в электролит и деактивировать кислоту. Ни в коем случае аккуратно влажной тряпочкой протерли со всех сторон, снизу, сверху. Все, он у вас чистенький, подсох. Зарядили, подзарядили. Обязательно зарядить. Полная зарядка. Хотите по ГОСТу, пункт 8.2, хотите там вашим каким-то устройством, какое у вас там есть, вот автоматическое, не автоматическое, ручное, трансформаторное, импульсное. Подзарядили, чтобы он был полностью заряден, чтобы плотность была в норме, напряжение разумтой цепи после отстоя, да, 12, там, 24 часа было, 12,7, 12,8 вольт. Все, подзарядили. И ставим его на хранение. Куда поставить на хранение? Если зима, можно без проблем на балкон, если он полностью заряжен, температура замерзания электролита, там, минус 60 градусов. Если у вас на балконе градусов 30, минусов всего лишь, или 20, без проблем, ставим и храним. Вот, вообще идеальный вариант, это, конечно, какой-то погреб, подвал, в гараже смотровая яма, где температура, там, 5-10 градусов выше нуля, и влажность, то есть нет влажности, сухой воздух. Потому что в некоторых погребах, бывает, ставишь, там, конденсат, это будет увеличивать саморазряд батареи. В сухое, чистое место, температура чуть выше нуля, если будет меньше, и аккумулятор полностью заряжен, тоже никаких вопросов. Храним, потом достали, зарядили, и дальше, как говорится, эксплуатировать. Вот. Как не допустить повышения саморазряда? Ну, здесь все просто вытекает из тех пунктов, про которые я уже сказал, да. Храните не в жаре, если храните в жаре, периодически подзаряжайте чаще, да. Если вы храните в прохладном месте, ну, раз, там, в 4-6 месяцев, если при комнатной температуре, либо жара у вас в Сочи, на палящем солнце на балкон вы выставили, то чаще, каждый месяц, два месяца, проводить периодическую подзарядку. Кто-то говорит, да, я вообще ничего не делаю, там, потом раз через год зарядил, и все. Можно делать так, но образование сульфатации тоже ни к чему хорошему не приводит. Я говорю, так, как надо делать, а можно делать так, как вы хотите. Это разные вещи. Вот, не заливать какую-то дистиллированную воду, какую-то сомнительную, какой-то снег растопленный, дождевую воду, еще что-то. Вот, стараться, чтобы не попадала внутрь грязь, ну, и все, пожалуй. Это вот основные моменты по саморазряду. Но саморазряд есть у всех аккумуляторов. Конкретно еще, да, саморазряд по технологиям еще есть. Например, кальцевая батарея, саморазряд у нее меньше, чем, например, у малосурмянистой, у гибридной. Ну, они идут по саморазряду. Малосурмянистая разряжается быстрее всех, дальше гибридная, дальше кальцевая. Вот, поэтому тоже обращайте на это внимание. По технологиям периодически подзаряжайте батарею, храните в прохладном месте, чистенькую, без всяких примесей в электролизе. Кто что думает, предлагайте также темы для новых видео, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok